Мы должны провести заседание международной рабочей группы по вопросам строительства объектов в историческом центре. И у нас 9 объектов намеренно не стали затягивать на пользу Нового года, поскольку у людей, несмотря на праздники, есть желание двигаться дальше, строить. И мы должны доложить до Нового года и президенту. Поэтому порядок предлагается Татьяна Георгиевна доложит нам. Каждый объект отдельно рассмотрим и примем решение. Проект достаточно такой более значительный, чем, наверное, остальные. Это первая ласточка, первый проект на территории предприятий или выносимых предприятий, перефункционирующихся предприятий на территории Адмиралтельской Слободы. Это сантехприбор. Предложение состоит из двух участков территории сантехприбор. И надо сказать, я просто тоже, наверное, не все присутствовали на городсовете. Архитекторы выходили на городсовет неоднократно и проделали, и отмечено было городсоветом, проделали очень большую работу. И в отношении анализа существующей, и исторической застройки, и исторического анализа существующей застройки. Дальше, пожалуйста, листайте. Анализа зданий и архитектуры, которые находятся на территории или прилегают к территории. Дальше, анализа исторической застройки. И получился, в конце концов, предложено размещение жилой застройки на территории сантехприбор. Все основные показатели показаны. Это первый участок у нас примерно 9,5 тысяч квадратных метров, второй участок примерно 8 тысяч квадратных метров. Размещено два детских сада. При этом остаются на территории два исторических здания. Оба они, хотя не являются объектом культурного наследия, но тем не менее, одно из них обладает признаками. Объект культурного наследия второй является очень такой симпатичной, очень ценной исторической застройкой. Также, что немаловажно, этот проект предполагает, что стена производственного здания по северной стороне Клара Цеткина, которая на самом деле не является объектом культурного наследия, оставлена в качестве такой красивой галереи. Очень интересное это решение. Показалось нам всем на градсовете. Дальше, пожалуйста, покажите теперь. Вот на этой фотографии вписана красная тонкая линия, показана масштаб новой застройки, в которой вписывается очень такой достаточно, ну, можно сказать, даже незаметно в существующий ландшафт. Дальше. И предполагается здесь вот предложение уже по фасадам. Это с южной стороны Клара Цеткин, сверху существующий фасад и внизу предлагаемые фасады. И дальше. И здесь вот уже фасад с северной стороны улицы Клара Цеткин. Так, коллеги, давайте. Дальше покажите, пожалуйста, картинки. Очень элегантное решение. Как у нас вообще с проектом детальной планировки? Они жилье туда воткнут. Как у нас детские сады, школы, дороги, сети? Причем, все вот эти вот, вернее, этот в частности проект, он фактически разрабатывался параллельно проекту планировки. Показатели этого проекта учтены при размещении школ, детских садов, и они на своей территории предусматривают полностью все детские места, места детских садов, которые у них должны быть. То есть о местах школы предусмотрены уже в проекте планировки. Пожалуйста, позиции Министерства культуры. Мне очень нравится этот проект. И здесь действительно проектанты подошли с большим вниманием к той территории и к тому материалу, с которым им пришлось столкнуться. Очень глубокий анализ был проделан. И именно на основе этого анализа, а не как это часто бывает в отрыве от него, были сделаны предложения. Поэтому я считаю, что нужно этот проект поддержать. У меня были небольшие замечания по поводу того, насколько в наших климатических условиях необходимо делать на этой галерее эксплуатируемую кровлю. Но это такие детали, которые можно будет обсуждать дальше. И, в общем-то, это уже технический вопрос. Какие другие мнения, коллеги? Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы рекомендовать проект к обсуждению к президенту? Единогласно? Воздержавшихся нет? Хочу всех поблагодарить. Хочу поблагодарить, во-первых, поздравить с наступающим Новым годом, поблагодарить за год ушедший. Работы было много, несмотря на то, что Татьяна Георгиевна сказала, что в два раза объектов меньше. Но я еще раз хочу сказать, это хороший показатель, что строить, застраивать центр, строили мы меньше. И этажность еще больше сократилась, чем в два раза. Спасибо президенту, спасибо всем зидящим в зале коллегам, спасибо общественности, которая этот вопрос остро поднимала, отстаивала. Надеемся, Новый год принесет нам новое развитие нашего исторического центра, объектов культурного наследия. А вам всем принесет здоровье и счастье, исполнение тех желаний, о которых вы мечтаете. Спасибо, с наступающим Новым годом, коллеги. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.